Очень важно хвалить себя, в том числе и потому, что действие само по себе понятно, но еще и осознание того, что вы это делаете. Осознание того, что вы это делаете, оно дает большой результат. Просто осознание. Если мы делаем и не ценим, не выводим в осознанность, не выводим в осознанность именно как важное действие. То есть я осознаю, что я что-то делаю над собой, я осознаю, что я что-то там с собой как-то занимаюсь, я осознаю, но я это не ценю настолько, насколько нужно. И человек, который не ценит, он проиграет по сравнению с тем, который говорит, да я, блин, каждый день такую офигенную работу делаю, я так свой самовар перекручиваю, что результатов просто не может не быть. Просто не может не быть. Будут результаты. Ну куда? С таким кипящим чайником, конечно, будут результаты. О чём мы можем говорить. Поэтому важно делать, важно себя за это благодарить. Да? Когда мы осознаём, что мы делаем важное, что мы молодцы, мы удваиваем действия. Понимаете, да? Потому что таким образом у нас растёт самоценность. И ожидание результата превращается как... Ну, поезд придёт. В 5.15 всё по расписанию. Ну там нет, нет другого выхода. Здесь ходят поезда, да? Я столько работаю, что результаты придут. Результаты уже в пути, они придут. Всё. Не могут не прийти. Столько делаю я. Понятно, да? Поэтому очень важно оценивать. Очень важно, я уже говорила про это, ещё раз повторюсь. Очень важно обесценивание, крутейший инструмент. Его нужно использовать. И его нужно очень осторожно использовать. Я не знаю, можно ли его вообще к себе использовать. Скорее всего, нет. Прошлые отношения. Какой-то опыт неприятный, вроде как-то нам не хочется об этом вспоминать. Что это такое, какое-то всё никакое, да? Неприятно. Ой, такие отношения, короче, были. Вот я дура, вот это я дура. Нельзя так делать, да? Всё, что было в прошлом, нужно смотреть. А что же с нами стало на основе вот этого прекрасного опыта? Элементарно. Раньше мы не знали, а теперь знаю, да? То есть я поумнела. Я просто не знала. Я не была дурой. Я просто не знала. А теперь я знаю, да? Что вот бывают такие отношения прекрасные. Я там вляпалась в какую-то историю. Я просто не знала. Но теперь я знаю. А ещё чего хорошего я оттуда вынесла? Я стала умнее, мудрее, может быть, хитрее. Даже самые такие ситуации, когда мы, ну, так случилось, пространство, там, подъехало с зоной роста, с зоной проработки и с разных сторон, да, и зажали. Зажали принцессу. Либо мы разрешили себя поставить в такую ситуацию. Ну, в отношениях, например. На какой-то работе, на которой мы пропадали за два гроша, и никак не могли попросить повышения, и никак не могли поменять работу, и, в общем-то, менять страшно, и здесь, и, короче, да? А потом что-то случилось, получилось, раз поменяли, и такие уже себя ругают. Чё я там делала? Вот я, да, там, время только ты теряла. Нет, так нельзя говорить, потому что сразу обесцениваем. Сразу этот кусок жизни, он как будто, как гнилое, да, гнилое пятно на яблоке. Нет. Мы, даже в самых страшных ситуациях, которые мы допустили, ну, как минимум, мы стали терпеливее и выносливее. Мы же это всё вынесли до конца. Понимаете? Вы терпели. Это ж сколько терпения там. Понимаем. Это всё нам в копилку, да? А зато я терпеливая. И, ладно, я там попала между вагонами, потому что ума не хватило. И разрешила жизни, ну, как бы вот так себя тащить. Но теперь-то я знаю, что если я впрягусь во что-то, уже то, что мне нужно, то, что мне на пользу, у меня хватит терпения дойти до конца. Вот какая я терпеливая. Столько терпела. Столько терпела непонятно ради чего. Так теперь уж ради цели, естественно, вытерплю. О чём разговор? У меня полно терпения. У меня есть выносливость. Поэтому из любой вот такой какой-то ситуации мы должны вытащить что-то и сказать себе за это спасибо. Что со мною стало? Где я улучшилась? Всё, молодец, спасибо. Мы взяли, вытащили стратегию, подчеркнули её. Мы молодцы. Потому что каждый день на нас работает штат субличностей. Да, внутри. Кто-то трудится на поприще отношений. Кто-то трудится на работе. Кто-то трудится с детьми. С детьми. Что за слово? С детьми. Кто-то трудится с родителями. Кто-то трудится, там ещё какие-то, релаксионная публика. У нас эти, ну в общем, отношения внешние, да? Кто-то дружит. Кто-то на двух работах пашет. Целый ряд субличностей у нас трудится. Целый коллектив внутри. И когда мы вот так неблагодарно ставим крест, обесцениваем это, обзываем себя, говорим, что всё зря, кто-то внутри рыдает. Понимаете? Кто-то внутри рыдает. И этот кто-то в следующий бой с вами не пойдёт. Скажет, пошла ты. На меня не рассчитывайте. Я полез на печку. Понимаете, да? Поэтому внутри нас каждый день трудится штат людей. И мы обязательно должны хвалить себя. Обязательно, да? Сделали, не получилось, похвалить себя за то, что сделали первый шаг. Сделали, получилось? Ну, там вообще, конечно, 10 похвал. Ну, вот это вот действие и осознание. Действие и осознание. Они должны идти вместе. Я действую, и я осознаю, что я реально много тружусь. Я делаю всё, что я могу. Я много делаю. Я и на работе работаю, и над собой работаю. И очень понятно, да? Короче, у нас должен быть широкий словарь для того, чтобы себя похвалить.